Чуть не сгорела на работе. Это про Наталью Соломонову. 19 лет она проработала тренером по детской гимнастике, акробатике и прыжках на батуте. Поднятие тяжести в виде воспитанников вызвали проблемы со спиной. Бросить спорт Наталья не смогла, но выбрала тот, что одновременно решит проблемы со здоровьем – йогу. Смотри, развернулись сначала стопок, потом поднимаем ножку вверх. Так, и поднимаем руки. И стоим. В начале Наталья преподавала йогу взрослым, но все-таки преподавателя тянуло к детям. Так она разработала программу для младшего возраста. В год дети Комсомольска-на-Амуре постигали осаны, но тренер перебралась в Уссуриск и теперь пропагандирует оздоровительный спорт в городе нашем. Позволяет предупредить искривление растущего позвоночника, восстановить осанку при сколиозах, нормализовать тонус мышц, снять стрессы и напряжение, а также избавиться от заболеваний дыхательной системы, пищеварительного тракта и других органов и систем. Катя и Лиза Поповы – первопроходцы бэби-йоги в Уссуриске. Мануолог и ортопед рекомендовали девочкам именно такие занятия. Кате лучше всего даются упражнения на растяжку. Всего за пять занятий второклассница освоила позу лотос, а над равновесием приходится работать еще и дома. Я еще пытаюсь маму и папу уговорить, чтобы они со мной тоже делали эти упражнения. В отличие от взрослой йоги, здесь статичные упражнения сочетаются с динамичными, ведь детям скучно долго сидеть на одном месте. В процессе не только укрепляется осанка, становятся эластичными мышцы и гибкими суставы, также развивается усидчивость. Им легче, например, сказать поза лягушки или поза лотоса или поза лодки. То есть им легче воспринимать, чем сложные эти названия, которые называются на санскрите. Поэтому такой йогой можно заниматься уже с четырех-пяти лет, а верхней планки для этого вида спорта нет.